Я приветствую всех на нашем мероприятии. Вы знаете, что сегодня День Мира, объявленный Организацией Объединенных Наций. Именно 21 числа, это такой международный праздник, в том числе к нему присоединяется Российская Федерация, Республика Татарстан и Казанский Федеральный Университет. Мы по традиции проводим в этот день круглый стол, благодарим руководство университета, департамент молодежной политики за то, что предоставлена эта аудитория. Начинаем мы с традиционного нашего серьезного мероприятия, связанного с проведением круглого стола. И, значит, слово для открытия я предоставляю советнику при ректоратике ФРУ по вопросам безопасности международного сотрудничества Бузеева Решата Татарстановича. Пожалуйста. Разрешение вас поприветствовать от руководства Казанский Федеральный Университет, всех участников круглого стола. Я думаю, что тема, которая в настоящее время нами затрагивается, она актуальна как никогда. Почему? Потому что, уважаемые коллеги, в нынешней ситуации, международной, политической, прекрасно видите, что происходит в мире, на Ближнем Востоке. И Россия находится под, скажем, угрозой от данных различных теоретических организаций. Вы все должны об этом, вы должны это осознавать и, как говорится, должны в тех докладах, я думаю, что будет отражено вот именно это направление. И здесь вот это именно понятие экстремизму нет, круглого стола. В стенах Казанского Федерального Университета, наверное, звучит сейчас наиболее актуально и очень серьезно. Сегодняшнее и нынешнее очень обязательное собрание, здесь различные структуры, различные ведомства приступают к работе круглого стола, поэтому считаю, уважаемые коллеги, работа круглого стола считать открытой. Уважаемые коллеги, разрешите дальше продолжить по медицине, непосредственно по вопросам. Хочу сказать, что несмотря на то, что круглый стол является традиционным, мы каждый год, соответственно, с коллегами, с разным кругом наших коллег, у нас постоянно бывают приезжающие из других городов, у нас постоянно бывают коллеги из других вузов, проводим этот круглый стол. Но в последнее время у нас такой определенный крем был в сторону профилактических программ, мы долго обсуждаем, какая структура что сделала, насколько это эффективно, какие проблемы. Это очень важная проблематика, и, наверное, к ней постоянно будем возвращаться, но сегодня в основном на первом плане у нас будут такие академические, теоретические проблемы, которые мы, конечно, будем связывать с необходимостью и возможностью профилактических программ, поскольку новый университет есть университет, и, соответственно, мы должны и в научном плане показывать те вещи, которые могут способствовать государству, обществу в его, в общем-то, нелегком противостоянии, связанном с такими угрозами, как туристические опасности, экстремизм и тому подобное. Поэтому, значит, но прошу всех соблюдать регламент, у нас достаточно много выступающих, несмотря на тяжелый день, понедельник, некоторые не дошли, не смогли, у них уважительные причины, поэтому я думаю, что мы можем позволить себе выступление где-то по 10-12 минут, это я ориентирую тех, кто будет выступать. Значит, выступаем по трех блокам. Я прошу там перелистнуть слайд, чтобы было видно, на что ориентировать. Дальше еще третий. Да, вот, это условные, смысловые блоки, но все требует определенного порядка, да, поэтому вот, значит, я предлагаю именно такую канву. Это не значит, что мы не можем обсуждать какие-то проблемы за пределами, если кто-то из коллег, да, соответственно, этого захочет, то, пожалуйста, естественно, это никак не возбраняется. Вот, но рассчитываем, что закончим нашу дискуссию к 12 часам, и поэтому я просто прошу придерживаться, значит, правил основных регламента, и надеюсь, что здесь у нас сложности с вами не возникнет. Ну, вначале скажу несколько тезисов, позволю себе это произнести, чтобы затем другие коллеги, наверное, подхватили это, развили, и, соответственно, внесли какие-то новые предложения и характеристики вот по той ситуации, которая сложилась. Хотелось бы отметить, что в 14-15-х годах их принято оценивать, особенно у нас, в Российской Федерации, как период геополитических приобретений России. Самостоятельная позиция Российской Федерации в украинском кризисе, присоединение Крыма в состав Российской Федерации, гуманитарная помощь и политическая поддержка таким новым образованием, как ДНР и ЛНР, стали причинами открытого недовольства ряда стран Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки, политическим курсом и всеми действиями, то, что делает Россия. Против Российской Федерации ведется необъявленная информационная война, введены различные санкции экономического порядка, ряд представителей российского истеблишмента ограничен своих передвижений в зарубежных странах и тому подобное. По всей видимости, украинский кризис еще долгое время будет одним из основных факторов, который дестабилизирует мировую политику и взаимодействие государств и других субъектов в системе международных отношений. Однако украинский кризис, и это очень важно для нашего сегодняшнего круглого стола, не является единственным вызовом российскому обществу и государству. Этим летом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о новом главном враге, буквально цитирую его заявление, «Россия в мире, им является международная террористическая группировка, исламское государство». Мы знаем ИГИЛ, иногда расписывают названия этой структуры, иногда дают сокращение, но суть от этого, я думаю, не меняется. По мнению российского политика, министра иностранных дел, ИГИЛ опасен для России хотя бы тем, что в рядах террористов насчитываются сотни россиян. По возрастению на родину, опять же цитата, «они могут устраивать гадости у себя дома». Вот буквально о чем говорил министр иностранных дел. Вот такая оценка человека, который занимается нашей дипломатией, внешнеполитическим курсом, она, наверное, говорит о многом. Значит, ранее Федеральная служба безопасности России выразила беспокойность в связи с тем, что исламское государство начинает внедряться в другие террористические образования, в том числе действующие на территории Российской Федерации. По данным спецслужб, около 1700 человек из Российской Федерации могут находиться в рядах террористов ИГИЛ. Но если мы думаем, что эти проблемы нас не касаются, к сожалению, касаются, и в том числе из тех территорий, которые мы представляем, где мы живем, есть люди, которые, их немного, естественно, но есть люди, которые покидают границы Российской Федерации и потом оказываются в рядах боевиков, которые воюют, например, на территории Сирии. Это очень важный момент для современных характеристик. Значит, данная угроза российской национальной безопасности и Ближнего Востока во многом спровоцирована тоже политика Соединенных Штатов и их союзников. Процессы дестабилизации двух крупных государств в этом регионе, это Ирак и Сирия, непосредственно связанные с американской операцией 2003 года «Шоп и Дребет» и последующей оккупацией Ирака вмешательством западных стран в гражданскую войну в Сирии на стороне антиправительственных формирований. Но сегодня идутся другие разговоры, говорится о том, что с официальными властями нужно дружить, вести переговоры. Подживем, увидим, посмотрим, может, действительно разум где-то возобладает. Стабильность на Ближнем Востоке во многом зависит от этих вещей. Смогут ли вообще регулярные армии Сирии и Ирака остановить экспансию ИГИЛ? Вы знаете, что по сводкам боевых действий, которые ежедневно начинается любая новостивная передача, летом успех был на стороне ИГИЛ, сейчас ситуация изменилась, и здесь тоже есть определенные факторы, которые можно обсуждать. Значит, исламское государство – это первая попытка в современной истории реализовать идею халифата, это, мне кажется, очень важно, на практике, которая имеет под собой уже завоеванные территории, то есть этого практически никогда не было, если мы возьмем хотя бы современный период, и вооруженное формирование, способное вести боевые действия с регулярными армиями. Поэтому это очень-очень серьезно. Российская Федерация беспокоит и то, что ИГИЛ разворачивает свои действия в относительной близости от границ наших союзников по СНГ, а в планах террористической группировки в пользу завоевания российских территорий и присоединения их к этой своей территории, так называемой государства ИГИЛ. Это Северный Кавказ, прежде всего, по Ложи, но и на другие территории. Значит, лидеры боевиков, делая в этой связи неоднократное заявление, спецслужбы отмечают постоянные попытки террористов воздействовать на территории Российской Федерации, начать речь идет о вербовке российских граждан, но прогремела по всем каналам, по всем средствам массовой информации дело Барбары Карауловой. Я думаю, что все, кто присутствует в этой аудитории, все об этом так или иначе знают. Это была раскрученная в СМИ такая вещь. То есть вот на это тоже нужно обращать внимание. К сожалению, это случай не единственный. Несмотря на активную работу российских спецслужб, требуется целый комплекс мер для того, чтобы обезопасить границы стран СНД и, прежде всего, России. Необходима общественная поддержка действиям властей спецслужб, в том числе и по решению гражданства Российской Федерации тех лиц, которые участвуют в боевых действиях на стороне ИГИЛ. Я думаю, что все в нашей аудитории понимают, что сделать это очень сложно, потому что существует норма даже Конституции Российской Федерации. Но пойти на изменение этих норм – это очень сложный такой момент. Мы знаем, что в советский период некоторых наших граждан лишали советского гражданства. И вот Российская Конституция записала, это, безусловно, нормы, связанные с правами человека. Но вот в некоторых ситуациях они могут означать совершенно другое. Пойдут ли наши власти на изменение Конституции – это очень сложный вопрос, требующий такого большого политического решения. Тоже поживем, увидим, посмотрим. Это очень важный момент. В сентябре 2015 года состоялся визит президента Путина на саммит ОДКБ Душанбе, посвященный борьбе с терроризмом. Ну вот буквально два слова по этому мероприятию скажу, потому что мне кажется, что это последняя вещь, и это очень важно. Значит, главный вопрос, который рассматривался на саммите – это укрепление границы, с коллапсирующим Афганистаном и недопущение пронизновения террористов посредством миграции в Россию. Не секрет, что страны Центральной или Средней Азии поставляют большинство мигрантов сюда, в среднюю часть России, и через вот эти вот потоки проникают люди, которые связаны с различными террористическими группами, несмотря на все заслоны, которые пытаются выставить страны СНД и уже российские власти. Значит, Российская Федерация считает, что наблухо закрыт пограничный пенч возможен только после возвращения российских пограничников в регион. Но это невыгодно, значит, ряду групп, которые действуют в самом Таджикистане, которых обвиняют обычно в том, что они крышуют контрабанду из Афганистана. И второй момент – таджикистские пограничники сейчас фактически не взаимодействуют с военнослужащими 201-й военной дивизии, которая раньше своими группами составляла второй эшелон обороны границы. И в случае необходимости могла просто в течение нескольких часов прикрывать вот эти вот таджикистские границы своим огнем и так далее. Значит, сейчас эти вещи отсутствуют. Значит, Российская Федерация не может продавить вот на настоящий момент, хотя это наши союзники, это проблема, внешнеполитическая проблема, я думаю, что ее в ближайшее время будут решать, и мы надеемся, что решат. Значит, продавить возвращение своих пограничников на таджикский афганский рубеж договориться уголось только о том, что в случае серьезного прорыва на помощь будут переброшены воздухом коллективные силы оперативного реагирования. Значит, вот эти вещи, они показывают, насколько реальна угроза, и я, значит, ну, наверное, для молодой части аудитории, здесь сидят эксперты, которые знакомы с этой ситуацией, не знают нюансы, а вот ребята, они всегда знают, что у нас сейчас российская граница, например, находится под Оренбургом. Это достаточно далеко, недалеко от республики Тарстан, и здесь вот как раз мы видим эти четкие опасности. Если, не дай бог, да, какой-то будет прорыв на территории стран Средней Азии, Центральной Азии, то есть очень большая опасность, что, значит, эти страны не смогут сопротивляться без помощи Российской Федерации. Вот, ну, известно, что были достигнуты на этом саммите договоренности с Афганистаном. Вот, мы дружим, да, как Российская Федерация, наши военные, с вице-президентом Афганистана, этнический узбек Абдул Рашид Дустум. Вот, значит, в обмен на поставки российского оружия им было обещано создать санитарный армейский кордон, который не допустит возможное, значит, проникновение боевиков ИГИЛ на территорию, значит, Таджикистана. Это достаточно важная договоренность, и считается, что пока вот они опережают договоренность непосредственно с Таджикистаном. Вот, поэтому меры принимаются на сегодняшний момент. Российские силовые структуры способны отродить возможную экспансию боевиков, но ряд моментов, связанных с безопасностью, требует не только изменить норму Конституции, я подчеркнул, что это очень сложно, но и зависит от союзников России. А там, где зависит ни от нас, ни от нашей страны, это всегда очень тяжелый вопрос, вопрос больших переговоров, возможностей пойдут или не пойдут наши союзники на те или иные действия, которые выгодны Российской Федерации. Вот на этом я бы такое трактое, свое вступительное слово закончил, и надеюсь, что меня поддержат коллеги, надеюсь, что какие-то тейсы будут развиты, где-то, может быть, возникнут несогласия. И слово я предоставляю нашему большому другу и коллеге, которого многие здесь знают. На разных мероприятиях у нас Сергей Иванович постоянно бывает, и мы надеемся на его дальнейшее участие. Вот сегодня он выступает за нашим круглым столом. Слово предоставляется Играчеву Сергею Ивановичу, профессору, доктору политических наук из Нижегородского государственного университета. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я представитель институт Международного отношения мировой истории Нижегородского государственного университета. Мне было неприятно, чтобы выступать сюда в Казани, потому что родом я из Нур-Лата, сюда я приезжаю каждый год по несколько раз. Поэтому еще лишний раз читаю. Я хотел бы сказать, что это не только мне, но хорошо, удобно, но и приятно. Об этом уже чуть похоже. Я бы хотел, с вашего позволения, Антон Георгиевич, мне нужно, чтобы добавить вот той ситуации, о которой мы сказали. Формация 17 сентября, когда генерал Сергеев, один из первых заместителей во Федеральной службы безопасности на совещании в Ташкенте, поправить немножко дополню ту информацию, о которой говорил Бортников в июне месяца. ИГ не ИГИЛ, господа, а ИГИЛ уже. Они об этом заявили в 2014 году, что они являются исламским государством не Ирака-Леванта, а всего мира без исключения. Вот несколько буквально обратите внимание на такие цифры, цифры, которые говорят с ответственными лицами, и они говорят весьма серьезно. Я только, прежде чем начать свою суть выступления, хотел бы это помнить. Посмотрите, по данным ведомства, то есть Федеральной службы безопасности, чуть менее 240 человек – это граждан Российской Федерации, которая находится сейчас в Ташкенте. В ИГИЛе месяце говорил, что около 200 или чуть более 200 человек из ПФО и Приволжского федерального округа находятся в Ташкенте. Самое страшное заключается в следующем, что в настоящее время те, которые уезжают и ехать, приходят обучение, подготовку и последующие возвраты на территорию наших государств, подчеркнул Смирнов. Люди, которые привыкли убивать и получать за это большое деньги, они не могут приобретить мирную жизнь. А так как мы являемся субъектами, по сути дела, данного рода преступления, каждый из нас, сидящий здесь, в любой момент может оказываться не в хорошем положении. Еще дополнительно бы здесь хотелось отметить, что в июне месяце, в июне месяце, лидер Иснамского государства Абу-Баккар Аль-Багдан объявил себя верховным халифом и заявил, что главным врагом ИГИ является США и Россия. Россия вышла на вторую позицию. Учтите, США далеко перебраться на... Ну, во всяком случае, там тоже это достаточно. Еще несколько моментов, если здесь отмечать, то это только данные. Поэтому, вот указывает, что, в общем-то, по заявлению ирарских властей в ИГИ находится сейчас 200 тысяч населения. Я не буду говорить о том, что мировое сообщество готово бороться с него. Да оно, во словах, и готово бороться. А на деле-то получается обратный вариант, по сути дела. Нестабильность в Европе очень выгодна. Выгода в первую очередь Соединенных Штатов Америки. Поверьте мне, как международники, которые касаются вопроса международной безопасности, но они с удовольствием это делают. Почему? Евро падает, доллар опять возрастает, все деньги опять летят в Штаты. Я на этом не буду уже влезать в темы самые международные проблемы, ситуации. Если студенту кого-то заинтересует, у нас будет рынок. После этого я могу более подробно нарисовать эту ситуацию. Сейчас же по сути своего выступления, я буквально хотел бы сразу отметить, отмечаю на всех везде, на всех форумах, и включая последнее выступление в Красноярске, которое было в мае месяце этого года, я заявляю, что мир находится в состоянии Четвертой мировой войны. Он не в преддверии, он уже в состоянии. Но если первая, вторая, и в том числе холодная, был фронт и тыл, в четвертой, я еще раз повторяюсь, ни фронта тыла нет. Субъектами и объектами практически не летимы. Поэтому в любой момент мы можем оказаться в не очень хорошей ситуации. В поводу тенденций, их много. Я остановлюсь только в моей тенденции. Мы все-таки работаем с тенов вуза, мы работаем с студентами, мы работаем с молодежью. Я уже вчера полтора часа разговаривал, даже два часа разговаривал с активом Патакстана Молодежным. Сразу опережая события, присутствует здесь достойных людей, я должен сказать, что во всяком случае общались с молодежью Саранской, Нижегородской молодежью. Что-то говорят, да, мне импонирует. Ну потому что, скажу, сейчас Патакстане, а потому что я вчера видел в общем-то в глазах этих молодых людей определенный интерес. И сразу же опережая события, у них как бы основной и главный вопрос. Мы очень мало знаем, что это есть. Кроме декларативных выступлений, мы, по сути, ну, редко разбираемся в этих проблемах. Поэтому вот один из основных аспектов, вот, спасибо, Нижегородчику, я посмотрел, значит, 10-й ряд учебных пособий, которые у вас, именно у вас на Тракстане, будут этому и способствовать. Упрощенный вариант подачи материала – это самая лучшая составляющая. Итак, я сегодня и посвящу своему выступлению два аспекта. Это все-таки связано с образованием, молодежь и образованием. Молодежь и, пользуясь возможностью, что здесь есть средства массовой информации, позвольте уж несколько слов и область средств массовой информации по этому поводу. Ну, начало о тенденции. Итак, тенденция, одна из тенденций терроризма в настоящее время, формулировали так, это постоянно нарастающий процесс увеличения в экстремистскую деятельность все большему количеству молодых людей, имеющих высшее, в скопах, специальное образование и научные степени. Это действительно так. Вы посмотрите на ИГЭ, допустим. Журналисты говорят, я согласен, я с ними давно проработал, что ИГЭ – это организация, которая поставляет фильмы на весь широкий экран или видеозарисовки, которая сделана очень профессионально, в трех-четырех измерениях, по сути дела. Это могут делать только очень сильные профессионалы Европы, Штатов, России. Как, значит, там они находятся? Значит, интерес есть. И, по сути дела, не интерес, а действительно, идет происходит у сильной вербовки. Ну, не буду говорить, что этому способствует. Мы можем очень долго говорить, что с 25 лет прошло падение духовности и нравственности в обществе. Идеология насилия и культа в средствах массовой информации преобладает. Я не буду говорить, сколько времени уходит, значит, именно в средствах массовой информации на все эти вещи. Значит, я единственное бы хотел привести эту цитату по этому поводу, находясь, что здесь в средствах массовой информации. Цитату одного из достойных журналистов. «За неделю на нашем ТВ говорится о кухне в сто раз больше, чем за год о Толстом, Достоевском и Чехове вместе взятых. А ведь это единственные три русских фамилии, которые знают все человечество». На последние годы вы не услышите на основных телеканалах страны ни одной передачи о том, что, мол, давайте как, в 8 часов вечера поговорим о том, прав ли был Достоевский. Мы говорим о том, что все другие. А ведь издание литературы, по сути дела, истории, да, ну, и зрели не утверждают так, что история с магистра видео, история с наставницей жизни. Много ли мы видим сейчас исторических проблем, программ, которые способствуют думу, в всяком случае, обучение нашей молодежи? К великому сожалению. Находясь в Татарстане, я радуюсь, что здесь есть свой канал, я бы хотел иногда посмотреть татарское телевидение, но неоднократно, а нижним наук, где оно есть. Я радуюсь, в общем-то, что здесь это дается значительно больше. На татарском языке приятно, я вспоминаю татарский язык с удовольствием, и значительная часть этого подумаю. Вторая составляющая, о чем я хотел бы сказать здесь, это то, что практически мало уже стало выделять внимание, значит, именно тем, то литературе, именно народу, ну, допустим, татарского народа. Я заканчивал нормандскую школу, простую школу, но мы все знали, кто такой был Тулатукай, да, и его звенитые произведения Шурами. Я вчера был очень обратным, когда заявил об моем седжарили, да, в общем-то, да, в этом форме. То многие закивали, но мало кто знает, как он писал, допустим, своими стихотворениями «Монопития», да, «Монопития». Понимаете, это вот тот параметр, который, в общем-то, действительно, вроде бы он в другой стране, но он, на самом деле, способствует тому, что люди начинают, в общем-то, думать, заниматься с точки зрения, ну, достоин, или, как сказал Некрасов, там не может сын выглядеть спокойно на горе матери. Родной не будет человек достойный чисто холодной души. А вот этот холодной душой, естественно, если он будет заниматься этими вещами. Еще один момент, который, в общем-то, хотелось отметить здесь. Многие уповаривают на то, что, в общем-то, молодежь сейчас в полном объеме в спорте, спортом занимается в спорте, и тем самым, согласен, это прекрасно. Я бы хотел привести одну маленькую цитату, о которой говорит профессор Францов, Сергей Александрович из Ростова-на-Дону, бывший замначальником управления ФСБ в Ростовской области. Он цитирует так. «Спорт всего лишь одна из спор, но никак не средство противоборствия с экстремистскими и террористическими молодежными течениями. Борьба за мышцы без борьбы за мозги путь не туда. Уважаемые товарищи профессора, вот сейчас, кроме всего прочего, мы должны, в общем-то, бороться за мозги наших молодых людей. И я не верю, я всегда значительно против, когда говорят Министерства образования о том, что мы должны заниматься обучением, а воспитание, оставьте кому-нибудь другому, обучение без воспитания никогда, в общем, не может существовать. Абсолютно. Ведь не зря, что в свое время, значит, произнес великий Бисмарк, а Бисмарк, он всегда говорил, он знал, что он произносил везде на всех. Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают учителя и приходские священники. Вот давайте-ка начнем вот с этого системы. Будем говорить образование, которое и позволит, ну, найти до основных пути выхода из данной ситуации. По поводу образования. Я неоднократно говорила, говорила на всех уровнях, на уровне университета Своим Галроссии, на уровне университета образования. Почему мы до сих пор не можем в качестве хотя бы спецкурса на гуманитарных факультетах университетов вести специальность, ну, террология, да, где бы действительно наши студенты просто просматривали материалы, подготовленные специалистами, которые детально бы разбирали это, потом бы, естественно, это доводили до других. Понимаете? Этого практически все остается на том уровне. Остается на уровне Сергея Ивановича, Антония Георгиевича и еще кого-то, да? Но в конце концов, пусть это будет спецкурс. Не обязательно спецкурс. Но тем не менее, в противном случае мы делаем огромное количество ошибок. Я не буду перечислять такое количество ошибок. Вы знаете, когда получаются такие ситуации, когда, значит, министерство образования Российской Федерации путает и не может понять, это не Россия, а Нижегородской области, не может понять разницу и приходится объяснять, что такое, какая разница между салафизмом и ухабизмом. Я не просит одновременно писать им лекцию сначала полу-хабизма, а потом асалафизма. Понимаете? Я не буду говорить о том, что везде заявляются о том, что с родиной современного террориста Российской Федерации никогда она не была. Это является великой французской революцией. Ну, давайте посмотрим на самом деле. Еще целый ряд моментов, когда просто, ну, люди достойные, хорошие, но делают нормальные ошибки. Не нормальные, а вот такие вот ошибки. Еще немалажный фактор, о котором я говорил и буду утверждать, и, ну, опять же, мы это должны показывать нашим студентам. Что, если это представляет систему двойного стандарта? Система двойного стандарта в области терроризма была, есть и будет. Смысл которой заключается в том, для одних у террористов, для других борец за свободу. Курт в Турции террорист, в Ираке он борец за свободу. Понимаете? Система двойных стандартов. И сам Абин Владимир, когда боролся против присутствия советских войск на территории Афганистана, был борцом за свободу, а потом он стал террористом. И вот эти два системы двойного стандарта, мы должны постоянно, в общем-то, разбираться. Вот, смотрите, последний раз я всегда привожу еще один пример, связанный с той ситуацией, когда касается системы двойного стандарта. Вы все помните, значит, то, что произошло 7 января этого года. Когда, значит, во Франции все вышли там, главы правительств, в связи с убийством французских журналистов, вышли куда? Папа Римский признал, что это провокация. И я с ним согласен. Все то, что занимается. Пусть они не покойные, но действительно, это была провокация. Но люди вышли. А вот 14 декабря прошлого года, 16 декабря прошлого года, 14, в Пешеваре, что находится в Пакистане, в Талибанах было убито 145 человек. Это люди от 10 до 18 лет в школе. Это тот же Бесслав. Ну, кто о нем слышал? Татарин двойной стандарт? Это система двойного стандарта, которая будет присутствовать здесь. И это мы должны по большому счету объяснять нашим студентам и говорить об этих ситуациях. А что получается зачастую, значит, я не знаю, вот по поводу один из главных критериев в системе превенции и предупреждения терроризма, это все-таки система образовательного эффекта. Я опять Бисмарк и могу приводить неоднократно по этому поводу. А получается, что мы сейчас начали экономить. Красивая вещь, но во всех регионах начинают экономить деньги. И в первую очередь, начинают экономить на образование. Я буквально 2 сентября 2015 года депутаты городской думы Нижиевного города одобрил на сегодня изменение бюджета областного центра, который в частности сокращается финансированный департамент образования на 180 миллионов рублей. Это почти половина того, что и дальше. Исходя из этой ситуации, в общем-то, все то, что необходимо, приводит не к очень обычным составляющим. Еще немаловажный эффект. Здесь все находимся, все-таки люди взрослые, преподаватели. Знаете, еще один момент, о котором я хотел сказать. Мы очень много рассказываем студентам. А вот в прошлом году, значит, мы с советником Международского университета, советником ректора, решили просто проверить, насколько вот USB вам, давайте, давайте информацию студентам. Ну а правда и чек, как оценить его. И мы предложили самый элементарный вариант провести, собрали студенческую общественность. Мы им объяснили всю ситуацию, а теперь мы хотим, чтобы вы, студенты, сказали нам и другим дяденькам, тетенькам, которые занимаются этой проблемой, как вы это понимаете, чтобы вы хотели. То есть самое главное, мы убедили студентов для того, чтобы они выступили перед общественностью в любой форме. Стихотворение, выступление, доклад, что хотите, в общем-то, это вот, да? Но это сделали. Вы знаете, мы их просто разокрутили. А вот 14 мая был проведен этот форум на территории, значит, нашего института международного отношения мировой истории всего университета и международских студентов, кто захотел. И вот тогда мы первый раз увидели, в общем-то, насколько студенты достойно относятся к этой проблеме и, во всяком случае, с большим удовольствием начинают говорить и показывать, что все-таки надо. Но самое главное, мы убедили в том, что, во всяком случае, система продвижения экстремизма и терроризма, 50% условно, это не спецслужба, это общественность, это профилактика, это предупреждение, которое должно идти от вас, если не вы будете заниматься, молодежь, то никто этими делами не будет заниматься. Спецслужбы знают свою работу, силовые органы тоже знают свою работу. И вчера я просто, когда мне задавали вопрос, о чем мы не видим, как спецслужбы работают против ИГЭ, против террористов, я ему ответил, если вы не видите, то значит работают, это не превосходно. Вот если вы начинаете это видеть, то это уже определенного рода ссорова. И, по крайней мере, чтобы дальше не говорить, я хотел бы, наверное, закончить свое выступление двумя вещами, что ли. Вот, во-первых, показать один маленький видеоролик, который сделали к тому событию, о котором мы говорили в 14 мая, вот этот маленький видеофильм, который сделали непосредственно студенты. Смотрите, пожалуйста, это студенты. Это был обычный день для всех студентов. Они сидели, ждали пару, общались, улыбались. Зашел преподаватель, сел за парком, тут прозвенел звонок, и пара началась. Но никто подумать не мог, что жизнь студентов скоро оборвется. Вдруг в коридоре раздался выстрел. Дверь распахнулась, ворвался боевик. И автомат направил и студентов. И ужас был у них в глазах. Давайте остановим время и спросим, за что он хочет всех убить. Я всех вас не увижу! Тогда ответь, за что? Ты посмотри в ее глаза. Она еще так молода. А этот парень мечтает сделать предложение той девушке, что рядом с ним сидит. А это преподаватель факультета. Ведь у него жена и дети. Разве тебе их не жалко? Зачем же Бог создал все это? Для нервисти? Нет! Нажав на спусковой крючок, чего добьешься этим? Лишь сам себе подпишешь смертный приговор. И закончить просто хотел так же. Вот на этой ноте, может быть, не научной, а именно на стихотворении моего студента, моего курсовика, дипломника, которое также было посвящено этой проблеме. Я вчера с большим удовольствием это подарил студентам. Ну и, если позволите, буквально несколько строчек, которые он написал. Всех разных национальностей, рас и этносов, прочего зла, спортов параллельных реальностей, у нас есть лишь планеты Земля. Пусть мы разные, все мы похожи, пусть различный акцент, диалект и традиции, тем нам дороже, что велеемый множество лет. Сколько можно террора? Вовеки он пытает агрессии пыль, убивает у нас человека, словно камень на сердце засты. Все мы были когда-то едины, много наций в одно сплетены. Там, в Армяне, Мар-2, Осетина, все сплелось, и мы были равны. Ну и последнее, что раскисшее, значит, среди множества национальностей, уважение достойно одно, из печати и прочих формализов, это наша планета Земля. Это вот сепарение, которое очень... Это одно из них. Всего было 50 рублей. Итак, уважаемые дамы и господа, коллеги, если действительно мы реально, по-простому, без широких фраз, без великих выступлений, а по-нормальному начнем работать с молодежью, мы не дадим их отправиться туда, и, соответственно, мы составим такую защищенность нашего государства, нашего дома, детей, родителей. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я думаю, что это будет одно из центральных выступлений, поэтому, может быть, сразу, пока мы не ушли до того материала, и тех вопросов, тех проблем, которые входит на Сергей Иванович, может быть, какие-то рептики есть у коллег сидящих за столом, да, вопросы? Что это? В дополнение на наступление Сергея Ивановича хочу отчитаться и заодно рассказать вам о том, что 15-16 сентября в Москве на базе МГИМО под руководством Национального теоретического комитета проходила большая конференция профилактика экстремизма в образовательной среде. Много выступающих в секции, секционная работа и так далее. Но, наверное, на самом деле является продолжением как раз, Сергей Иванович, вашего разговора о том, что для выступления о том, что все-таки надо перевивать молодому поколению вот именно перевивку от экстремизма, я считаю, что уже на школьном, на школьном этапе. Почему? Потому что студенчество это уже сорвавшаяся личность. На первом курсе приходит молодой человек уже сорвавшаяся личность. А школьники, чтобы понимали, к чему все это ведет, особенно старшие классы, то есть уже надо объяснять, рассказывать и говорить о том, что в нашей стране происходит. И чтобы... Вот студент уже должен понимать о том, что те же самые ИГИЛы, те же самые международные теоретические организации у наших студентов спросить, они в основном говорят, что это где-то далеко, где-то там вдалеке. А потом оказывается, что у нас среди студентов есть вербовщики, которые призывают тех же самых студентов ехать в Сирию и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому уже прививка к теоретическим организациям, к экстремистским организациям должна прививаться, первое, на уровне школ, и второе, на уровне уже вузов мы получим то, что человек скажет, нет, ребят, без меня, потому что мы дорожим той ситуации, которая является, которая в настоящее время у нас в стране есть стабильность, процветание и так далее. Спасибо. Спасибо. Я секундочку, можно дополнить, я с вами полностью согласен, Аксетри Фулич. Дело в том, что здесь вроде студенчества, поэтому я всегда говорю, говорю, что во всяком случае, начиная со школы, 9, 10, 11 класс должен заниматься этой проблемой. Тогда мы будем действительно высокие положения. Подготовлен, кстати, к этому мероприятию был подготовлен проект нашими армазскими студентами, который в основном специализируется на подготовке. Ну, это тоже качественный суток, по сути дела. Вот это один из проектов, который девочка сделала на 48-м инструменте, я посмотрел, вы знаете, может, он наиболее немножечко, но он профессионально вообще-то подготовлен. Поэтому здесь я полностью с вами, я и говорю, и есть возможность, есть учебники. Давай тогда с республики начнем, я с удовольствием всякие материалы свои. И буду рад, когда я буду приходить в свою любимую школу и видеть это все. Здесь один раз был разговор о том, что в школах сейчас сокращают социальных работников в большом количестве. И вот там возник спор в Москве о том, что сколько у нас социальных работников в школе и сколько нагрузки идет по мнению профилактики, истерилизма, терроризма и так далее. И разговор заключает то, что в Министерстве образования должен болеть не нахуй, не нахуй, что в школах должен быть жестко в должностной регламент закреплено социальными работниками вот эта работа по линии профилактики и экстремизма. Тогда будет результат. Тогда мы будем знать, что идет системная работа и мы получим в конце концов здоровое общество. То есть не правильно говорит, не спецслужбы, а само общество должно оздоровляться. Не только школьники, отсюда их родители, которым бывает, вот рассказывают, в случае, когда было совершенно все равно, что с ними происходит, и преподаватели. То есть три категории, с которыми надо работать внутри школы. Еще добавить, я бы позволить, значит, что-то так лучше. Если вот такое все-таки будет, на самом деле, с этими учителями, которые занимаются этой проблемой, должна быть достойной занятия, ну, будем говорить, присутствовать на уровне университета, на уровне, значит, подготовки, хотя бы в двух недельных, чтобы они не делали ошибок. Вот это самое главное. В всяком случае, если надо, я с большим удовольствием приеду и тоже несколько дней проработаю. Спасибо. Можно тоже небольшую реприку. Вот можно вспомнить англосаксонскую педагогическую традицию. В Англии, например, даже не со школьного возраста, а с дошкольного возраста прививают антиэкстремистские, так скажем, здесь ценности. То есть там есть социальные работники, которые с маленькими детьми работают и обучают их понимать экстремистские высказывания, террористические высказывания. То есть понятно, что на английском уровне тоже опыт достаточно успешный, то есть соответствующая литература есть на русскоязычной, которая показывает эти методики. Я бы хотел дополнить, и на этом закончу, пожалуй, дополнить следующее, что Израиль, Западные Европы и Штаты для проведения подобного значения мероприятия обучения приглашает дольше сотрудников спецслужб. Поймите, что здесь двойственная система, потому что отдельные работники спецслужб, они могут превосходно работать, но слабо доносит для несоветных цивилей. Но вот, кроме всего прочего, это весьма уплачиваемая должность данных преподавателей. У нас это слабо и маловероятно, потому что в безстепени заработать университет на этом преподавании проблемы. А то, что вы подняли и вы сказали, это воистину так. Если мы сейчас будем экономить на этом, дальше мы проиграем больше. Несоветно, на самом деле. Спасибо. Спасибо. Можно я тоже на камеш? Я полностью согласен с Ивановичем о том, что мы должны образовать на среде, больше и чаще говорить о необходимости осознания студенческой опасности экстремизма и терроризма. Согласен с Решатой Получем, что со школьной скамьи нужно начинать работать. Но мне кажется, мы должны в большей степени говорить о причинах, что толкает молодого человека, почему он оказывается в экстремистской среде. Мне кажется, все-таки на практике он показывает, я уже почти 20 лет занимаюсь проблемой молодожи и экстремизм, что в большинстве случаев экстремистские действия, акции молодежь совершает уже вступая в родственную жизнь. Примерно с 18-летнего возраста. Я не знаю ни одного случая, где бы участвовали подростки в каких-либо акциях экстремистского террористического толка. Поэтому мне кажется, что приходя в ВУЗ, мы должны сделать все возможное, чтобы человек, изучить человека, помочь ему понять, какие причины побуждает бывших школьников вступать в виды экстремистов. А причины разные. Это и социальная устроенность, это освоение общества на бедных и богатых, это какие-то трудности в семье. Мы очень часто занимаясь проблемой других детей, забываем о своих, к сожалению. Говоря об этом, я хочу сказать, вот, например, девочка, студентка первого курса института филологии межкультурной коммуникации. На первом курсе была отличницей. И вдруг неожиданно мы ее теряем и выясняется, что через два года она оказывается в рядах сирийской оппозиции, занимается переправкой людей из Турции в Сирию. Как вот так? Что произошло? Начинаю выяснять, оказывается, определенное надломание произошло в результате ее идеологической обработки со стороны и в результате переустроенности жизни в семье, в семейный потовой уклад. То есть родители мало обращают внимания, мы мало разговариваем со своими детьми. Поэтому, мне кажется, настала необходимость как-то подключаться здесь к этой проблеме не только специалистам, сотрудникам спецслужб, не только конфликтологам, но и педагогам, психологам. и кричать об этой проблеме наверное уже действительно надо. Настала конюха у нас. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, мы двигаемся дальше, мы примерно сейчас подходим ко второму блоку наших проблем, который не надо, давайте лучше предыдущий, двойка была написана, чтобы просто перед глазами было так легче. Мы посмотрим региональное измерение проблем, которые мы сегодня заявили, обсудили, уже донесли до уровня методики преподавания, методических пособий, что естественно очень важно для того, как воздействовать каждый день, для того, что должно потреблять молодое поколение, что не будет вызывать отторжение и так далее, о том, что это бы работа была системной. То есть это очень важно. Давайте посмотрим опять вот эти проблемы в контексте такого регионального измерения. У нас здесь тоже есть несколько выступающих. Тимур Зуфорович, пожалуйста. Только здесь коллеги буду уже регламентировать по 10 минут. Хорошо? Спасибо, Андрей Георгиевич, уважаемые коллеги, сегодня у нас круглый стол посвящен достаточно интересной теме, и для того, чтобы попытаться относиться какие-то отдельные аспекты, я постараюсь акцентировать внимание на регионе достаточно интересным на моих взгляд, потому что там есть появление исламского государства, по крайней мере, великий регион является объектом проникновения идей и, соответственно, определенных финансовых средств для распространения идеологии. Исламского государства это регион Южного Кавказа. На сегодняшний день мы все знаем, что после того, как остался Орецкий Союз, то есть по сути осталось три государства Азербайджана и Грузии. Но данный регион очень интересен в том плане, что он тесно сотрудничает, тесно с касается Сырьен Северно-Кавказа. Но это же Российская Северно-Кавказа, и, естественно, что здесь есть определенные увязки и угрозы для национальных опасностей нашего государства. Российский Северно-Кавказ в последнем время все чаще упоминается связки с ИГИЛой или, как его сейчас называют, уже исламское государство. Однако широкно известный это исламское государство произошло в июне 2014-го года, когда силами данного в определенной степени государственного отозревания, был захвачен Масул, один из крупнейших городов Ирака. И, значит, после ряда политических актов, произведенных с данной стороны, то есть государство вышло на такой, верно, более путь заявил о себе как о формировании некого пространства, где к сожалению, то есть присутствует одно народное вооруженное формирование и распространяет определенную идеологию. 24 июля, 29 июля 2014-го года организация завела создание предпада на подконтрольные территории и на сегодняшний день у него два театра борьбы, иерарх и тирия. Но, однако, это не говорит о том, что, значит, нет других регионов, которые, возможно, тоже подтвержены этим самым влиянием. Но, если мы посмотрим на определенные идеологии, то, по сути дела, то есть это образование стремится к мембитинскому исследованию шариата и пристретен на защиту чистого ислама. В нем присутствуют как определенные джихадисты, так и офицеры иерархской армии, и, по сути дела, реалисты всех мастерей, которые иначе до нашей миграции попали, причем они попали не только и с государства, скажем так, Литинского залива, но и достаточно, но раз ты будешь так, что западная Европа, то произойдет один элемент, да, но и с региона Кавказа. Вот, и естественно, что география достаточно широкая. Но, а само это образование, вот я соглашусь с Сергеем Ивановичем, что это действительно уже достаточно серьезное образование, имеющее определенную государственность, да, то есть там есть и органы определенной власти, управления, есть определенная отчетность, есть какие-то универные инстанции, да, есть достаточно большие специалисты, причем специалисты не только по съемкам определенных фильмов, да, то есть это и врачи, это и юристы, да, то есть это и медики достаточно профессиональные, которые, естественно, обладают опытом и достаточно большим социалом для архивиста. Но, к сожалению, естественно, что это все врезовые идеи, но они выбили свой пульс, но он является одних, а возможно без альтернативных, но, конечно, это вообще ошибка, но что-то университет и есть, и в данном случае, естественно, что эта организация предоставляет угрозы для региона юркана Авказа. Если мы посмотрим и приведем отдельный постравленный анализ, то мы увидим, что опасность предоставляет, например, распространение идеи радикального ислама, да, политического ислама на территории Жгуси, да, в Грузии есть в основном три региона, которые представляют определенную опасность, в данном плане это Панкистское ущелье, это регион Аджали, в котором до 30% населения исповедует ислам, да, и, соответственно, регион Квэм и Картли, населенный азербайджанцами, да, вот, ну, правда, приемлемо сердечно швейнской ветвь ислама, да, поэтому здесь, естественно, они тоже представляют определенную угрозу, ну, то есть они ставят угрозу страны ИГИЛ, которая здесь придерживается низкого направления, вот, если мы посмотрим, скажем, на Ангельское ущелье, то мы прекрасно помним, что этот регион, или, другими словами, Ахмедский регион Грузии, да, представлял еще в период Кеченских войн достаточно опасной территории для распространения экстремизма и терроризма, да, потом, однако, пристатом иничестве России и Грузии еще до Августонской войны, до 2008 года, здесь удалось то есть проимникновение райисных экстремистов в этот регион остановить, да, чтобы были определенные антакты и выхода определенных работ между спецслужинами двух государств по устранению эту грозу, а так, на сегодняшний день имеется определенный, сказать, потенциал для возобновления этого района и через этот регион могут осуществлять свою логистику именно представители исламского государства, да, ну, например, скажем, одним из его выходцем является человек по имени Таханба Атирашили, он же Абу-Умар Ашишани, который является одним из достаточно больших руководителей Северного фронта и нату репанта, да, ну, или исламского государства, да, естественно, что на сегодняшний день он путится определенным авторитетом среди жителей панкирского ущелья прежде всего молодежи и, как же известно такие факты, что остаточный голос банка, чтобы все подлое поколения отсказать этого региона, последовало за этим ну, лидер, да, определенным, вот, вызывает, естественно, определенное навлекание, да, но на сегодняшний день известно, что якобы от Грузии воюют три региона именно из данных трех регионов, да, где-то порядка, по-моему, там трехсот человек, если я не ошибаюсь, по статистике, да, но сравнение, с Россией это несколько меньший, значит, критингент, потому что по данным, опять-таки, официальным, и федеральная служба безопасности, медицинства внутренних дел, где-то до 200 тысяч человек на страны Российской Федерации среди ароников исламского государства. наверное, так, то есть, это, естественно, опасные цифры, мы это должны все прекрасно осознавать и выстраивать определенные меры при открощении подобного рода явления. Но еще одним регионом достаточно, мы взгляд, опасным в плане распространения идеи именно слахизма, является Аджария, так как здесь имеется определенное влияние урецкой страны, через которую, естественно, оказывают и по линии спецслужб, и по линии именно исламцев. Государство есть, то есть, проникает идея, проникают определенные представители этого государства Аджария, и здесь начинает проект победы свои определенные идеи. существует еще одна опасность, что тем самым есть определенные случаи, кейсы, когда из-на Аджария была достаточно фейерантом региона в плане прикосновения христианства и ислама, да, и вот именно вылазки представителей государства направлены в том числе и на то, чтобы расслабкнуть эти две религии и устроить определенный конфликт этих религий, чтобы онишим было в ситуации хаоса, им легче проводить свои определенные идеи и взявить как можно больше молодого поколения. Но здесь конечно многое зависит еще от позиции турецкой страны, потому что та война, которая была объявлена так называемой коалицией по отношению к исламскому государству здесь я опять Сергей Варчин областен, то есть война очень странная. То есть с одной стороны мы видим какие-то нетрадиционные угрозы, то есть практически какие-то угрозы в степени гибридные и как отвечать на них то есть имеется определенный слой. Но однако та же самая лица уже ведет себя странно на нас какие-то выборочные удары, то мы видим, что австралийские истребители разбомбили, то аннатские, то улецкие в связи с все наверное помнят в городе Сулуч, в Турции в результате которого улецкая армия нанесла определенные отдушные удары по территории Кудистана с целью борьбы с исламским уставом, но однако в том числе имеется точки зрения о том, что это борьба была с работой партией в Радистан которая является политической организацией считается в Турции и поэтому естественно что здесь есть определенные вопросы то есть война непонятно тем более сами Соединенные Штаты Америки используют определенной степени потенциал исламского уставства в том числе так называемой позиции которая чуть не стоит ну явно наверное с этими представителями исламского государства и старается значит использовать в так называемый режим ВАФ-Шар-Астада вот но при включении России к данной картинице пока скажет слов сложно что изменится но возможно здесь будут какие-то премиативные значительные результаты потому что действительно нужны какие-то совместные идеи и цели должны быть здесь то есть огласинферсованы и должно быть стремительно необходимо избегать каких-то двойных стандартных подходов есть еще одно государство которое прошу прощения да вот еще одно государство которое на мой взгляд тоже испытывает сильные угрозы безопасности страны 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 является Азербайджан потому что то есть страна которая естественно исповед такой как ислам в своей основе и естественно что представители скажем ислам там еще были изначально и на сегодняшний день эти организации и различные поддерживающие их неправительственные фонды они имеют силу естественно что исламское государство осматривает Азербайджан как часть своей определенной информации азербайджан и если мы посмотрим на карту вообще из государства которые они то есть профессионально тиражируют то мы видим что там в сути дела есть Афгаз включая Северный Кавказ и Акинску и Кагдарькистан и Бушеттии и Чичья но здесь есть два фактора которые но окажем три фактора которые здесь это светская государство это наличие внеизнутой силы это швидский иран является непримиримым сторонником борьбы с данным государством то есть с государством и наверное фактор сотрудничества с западными странами в том числе энергетического отец что естественно сдерживает Иран и определяет какие-то неформальные структуры от взаимодействия с исламским государством что касается другой страны Армении то естественно здесь меньше влияние испытывает страна христианская и здесь угрозы в экономике не очень не менее возможны но естественно что например Армения имеет определенную свою значит своих представителей то есть своих жителей именно в Сирии и здесь угроза сохранения определенной значит определенных жизней и вообще в целом для Армении конечно угроза государства не анимальна но не факт что проникать определенные дели здесь то есть они могут это не скученьки и вывод небольшой буквально два предложения скажу о том что естественно что надо ороться с подобного рода явлениями где здесь действительно средства для заманивания молодого поколения вековеды данного государства очень привлекательно но например в предыду один случай что в Грузии например молодое поколение то есть как они их оманируют они то есть вы читаете и видят здесь у человека например кредит или нет есть то есть они приходят буквально ищут людей и говорят вы хотите отплатить свой кредит а у вас средств нет ну да давайте то есть мы там уедем на определенной территории вы запутаете и вернетесь и уже будет нормально но если что то есть мы еще поможем вашим родственникам то есть ситуация очень достаточно эпичная я бы не только но опасность велика и естественно что здесь а думаю что должны быть какие-то еще больше усилий страны органов власти не то есть страны россии и кавказа потому что если они решены скажем это цепляр реальный конфликт который сдерживают да то есть отношения стран не развити плане антиритической и антиритической борьбы но я думаю что здесь возможно памяти надо обходить на второй нояр да и приниматься внимание в том что аспекты борьбы с данными проявлениями спасибо спасибо очень интересное выступление я думаю что мы всегда смотрим на наших ближайших соседей южный кавказ или то что мы раньше называли кавказе регион там тоже происходят свои процессы и вы очень последствия нам эти вещи изложили единственное непонятно что с кредитом то делать кому обращаться чтобы позитивным образом это решить есть какие-нибудь доверки нет что делать у одного человека которого нужен кредит ну а ты говоришь там ситуация буквально я например читал некоторые материалы по банкинскому и по ряду северных регионов в России то есть молодое поколение то есть что оно делает то есть в поисках работы экономическая ситуация плохая то есть остается ждать определенных решений которые приедут без труда и целый день остается что делать так как ты говоришь временно или еще какие-нибудь то есть особого выбора да да вот и естественно что они подаются на эти уловки то есть и а тут уже из сотрудников и уже достаточно тяжело выйти да то есть сами проблемы но конечно там есть ряд категорий потому что есть те кто ищет какой-то определенный сами справедливость есть те кто значит страдает от нервчат любви да им там предлагают определенные значит решения этих проблем есть те кто по сути не знаком достаточно объеме представления о том что такое христианство что такое ислам с их положения они просто оказываются неинформированы об этом а то что предлагает скажем определенные какие-то сформированные представления извращенные представления от коран они являются достаточно зароманчивыми и им ведь ислам это ведь не только религия это еще определенный образ жизни и когда предлагает скажем то что они решат все свои проблемы и получают достаточно финансовые средства а по данным источников значит каждый член исламского государства получает за свою деятельность за 3 до 10 тысяч долларов в месяц в зависимости от военного рамка это реклама? а не реклама? нет а если ситуация достаточно опасна ну должны прилагаться хорошо спасибо за столь подробный ответ спасибо значит коллеги у нас предполагалось включение проведения видеотрансляции такие своеобразные переговоры с Гусейном Юсупом Магомедовичем это комбинация исторических наук главный специалист эксперт отдела профилактики программы проектов Министерства по делам молодежи Республики Дагестан но по техническим проблем у нас такой трансляции состояться не может поэтому сейчас мы попробуем выйти хотя бы на телефонную связь ну как надо современные каналы связи использовать я думаю что в следующий раз мы лучше подготовимся и будем с вами смотреть на подобных мероприятиях видеотрансляции может вести переговоры с нашими коллегами возможно Юсуп вы слышите нас? Да Слышен коллеги Да Юсуп вас слышно Юсуп Магомедович добрый день Добрый день Мы вас слушаем вы хотели что-то нам сказать Да спасибо большое за предоставленное слово прошу прощения что мы не могли с вами наладить видеосвязь но я думаю что и телефон тоже пронесет свои плоды хочу поприветствовать всех участников группы стола сказать большое спасибо что вы также включили меня докладом конечно Кавказ Дагестан является точнее даже являлась скорячей точкой анекстремизма терроризма псенофобии к сожалению на территории Дагестана были совершенные чудовищные теракты но прошло уже более чем полтора года и у нас в Дагестане не было совершено ни одного теракта однако появилась другая проблема проблема с уходом некоторых частей дагестанцев да и в принципе кавказцев воевать в Сирию коллеги меня слышно да 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 все слышу по официальным данным более 1200 человек Дагестана находятся с оружием в руках на территории непризнанного государства Террористического государства ИГИ не буду назвать даже его полностью так как это противоречесная норма ислама по неофициальным данным более 5000 кавказцев воюют в ИГА к сожалению работа которая проводится в части органов госполастей недостаточно продуктивная но мы в частности министерства по делам молодежи проводим огромную профилактическую работу с молодежью мы проводим также проект запустили название Нижний Дагестан который охватил уже более 7000 молодежи будет запущен проект Россия в каждом из нас который будет направлен на профилактику экстремизма терроризма в селах с асоциальными радикальными взглядами например в деревянском районе селения Береке он будет проведен в Калкузе Каламах в Гимрах в Унцикульском районе и также во многих других селах также нами запущено множество проектов на профилактику экстремизма информационной сети в сети интернет так как большая часть молодежи у нас есть именно в социальных сетях работает специальная кибердружина которая занимает именно профилактикой мы также работаем по внедрению патриотизма по внедрению гражданственности среди молодежи сетях конференции сетях где мы будем разрываться методики и для всех среди молодежи Тагестана во многих селах которые 30 сентября прозвищем хочу прозвищем прозвищем моих коллег из Татарстана чтобы вы посетили этот конфет что вы даже нам рекомендации будем рады видеть вас здесь так что вот такая работа у нас ведется и это только начало в 2016 году мы планируем охватить более миллионов молодежи Тагестана в различных ближайших проектах по профилактике экстремизма терроризма на виталии будет проведенный узор по привлению патриотизма мы проводим также запустили проект который называется страница мужества где мы работаем с трудом молодежи посетили тюрьмы социальные центры работаем с неблагополучной частью молодежи то есть люди нашли себя в этом мире но планируют найти мы также работаем с роддовами тех, кто погиб с операцией с первыми семьей чтобы они не совершили чудовищные поступки совершенные их родителя спасибо огромное Юсуп Магомедович мы выслушали все присутствующие здесь мероприятия которые вы проводите я думаю что формат разговора по телефону очень сложный чтобы довести все нюансы но мы с удовольствием это прослушали думаю что тут останет тоже много таких вот проектов и соответственно здесь можно и сотрудничать и мы надеемся вас увидят тоже и не только в форме видеотрансляции по телефону но и на очень конференции обязательно пригласим и будем обмениваться тем опытом который уже наполнен спасибо огромное спасибо 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 так ну вот Андрей Юрьевич можно справочку небольшую по информации он сообщил что 1200 таких танцев находится в ЛГЭ 5000 в общем человек здесь такая ситуация коллеги не пояснили по этому поводу из этих 1200 подсчет идет которые не находятся покинули место постоянного проживания и есть предположение что они направили сюда а может они находятся на шапашках вот это то есть это не надо опираться я просто с дагестанскими сотрудниками разговаривал они не теряют так же как и естественно со всеми северного прораста ну будем надеяться действительно что людей таких меньше они в летний период могут таковиться информация по СМИ замечаем что действительно Дагестан более-менее я боюсь сгладится сгладится более-менее стабильность стала таким вот рефрем который тоже существует и недавно как вы помните до любого стильного программа не встречали и к сожалению видели сразу вот эти неприятные сообщения единственное что можно добавить с докладом Тимон Духановича пересекаются наши дагестанские коллеги наверное на самом деле решить эту проблему особенно на северном Кавказе Дагестан с формирует экстремизм можно только трудовой задействованностью или трудовым устройством молодежи единственное что вот эта основа то есть не нужно социальные проблемы решать там на месте правильно сказали не то что они где-то ездят в Москве на Турусалец там шабашек на такси и так далее а то что на сервере как-то что-то работающие места где-нибудь работать и они будут знать что у него есть семья у него есть дети и он больше никуда вступаться не хочет а когда он не работает и не доходит кирпичи и ему устроиться за кипятки не работает на самом деле это уже как раз одна из основ того что дальше будет развиваться опять же грамотная социальная политика поэтому сейчас я даже не стал спрашивать в отношении того что не проводят там в селах то есть шарики запускают и включать экстремен или нет может если там будет проводиться реальная социальная работа и если я тоже говорю если реально будут рабочие места если будут заинтересованы в стабильной нормальной жизни то если есть основа то не будет экстремен то здесь надо работать комплексно а не по телефону многие вещи не слышат конечно да но мы надеемся что с коллегами пообщаемся я думаю что современные средства массовой коммуникации да и возможности приезда существуют поэтому будем с ними радоваться поскольку у них тоже заинтересован не проблем коллеги в этом блоке у нас еще одно обступление предполагается айдинова издар Хайбединовича представляет челнинский фериал казанского федерального университета условно для себя сформулируют туристические опасности в российском Крыму дело в том что все мы прекрасно знаем что территория Крыма стала субъектом Российской Федерации Севастополь стала отдельным субъектом Российской Федерации но там есть свои сложные проблемы связанные с теми моментами которые мы сегодня обсуждаем поэтому пожалуйста вам слово спасибо Андрей Георгиевич на самом деле действительно как мы в преддверии нашего круга стал немножко беседовать с Андреем Георгиевичем лозунг о том что Крым наш в общем-то ну действительно это больше идеологема тут наверное действительно нужно поставить вопрос в том что наш или Крым и если наш то в чем и насколько скажем так некоторые с кем приходится беседовать ониüne так ретолических ставят и за сколько то есть почем как бы Afghanistan действительно После такого, я бы сказал, благопатриотического восприятия событий полуторалетней давности, действительно проходит некоторое охлаждение, отрезвление, и действительно необходимо взглянуть на ситуацию более трезво, более зельдально и попытаться поанализировать. Однако, несмотря на это, я перед этим хотел бы отклониться. В современном глобальном мире, безусловно, все очень взаимосвязано. И когда мы говорим о причинах терроризма, то, конечно, мне тоже хочется сказать, мне вообще очень нравится в этом плане акцент на выявлении причин терроризма, и в частности, то, что сейчас было сказано о социально-экономических бытовых причинах. Безусловно, конечно, идеологический разум, который существует, в частности, проблема с исламским государством, с его появлением, существованием, с его деятельностью. Как известно, конечно, ценностные конфликты наиболее сложные разрешены, наиболее тяжелые разрешены, но в то же время есть и те конфликты, которые действительно можно предотвратить, скажем так, в зародыши, путём решения каких-то социально-экономических бытовых причин. И теперь уже переходя, конечно, действительно к нашему такому геополитическому расколу, непосредственно хотел бы перейти к проблеме Крыма. Крым действительно оказался одним из тех регионов, где произошёл такой геополитический раскол в современном мире. И, конечно, там существует, опять-таки, и конфликт ценностей, то есть разделение, скажем, на тех, кто, ну, можно говоря, за Украину и кто за Россию. Однако, вы знаете, вот впервые, я не первый год занимаюсь проблемой Крыма, однако впервые, вот начиная с прошлого года, я столкнулся с катастрофической нехваткой какого-то объективного материала, скажем так. То есть нет публикации данных каких-то объективных, независимых социологических исследований, абсолютно нет. Практически отсутствует публикация интервью политиков и лидеров общественного движения. Какие-то полноценные даже журналистские статьи и расследования по каким-то актуальным вопросам общественной политической жизни Крыма, они стали просто непозволительными роскоши. Их просто нет в СМИ, и когда беседуют, когда находясь там, тоже понимаешь, почему это так. То есть люди, когда начинают о чем-то говорить, вдруг они понимают, как бы их останавливают, что, вы знаете, говорят, а вот вдруг они осекаются, когда понимают, что то, что если человек подвигает сомнению в вопросе государственной целостности Российской Федерации является уголовно-наказуемым преступлением, он тут же, ну, тут же, в общем-то, осекается, скажем так. Или тот журналист, который берет на него интервью, как бы с ним оговаривает, что давайте вот этот вопрос как-то опустим, скажем так, или если будем публиковать, то анонимно, скажем так. И, соответственно, тем самым, то есть, соответственно, тем самым вот эти актуальные вопросы, они, ну, исчезают, скажем так, из информационного поля и не подвигаются к классическому полноценному осмыслению, осмотрению, обсуждению. Вот. Одно или, наверное, из, я бы сказал, вот, с вашего позволения, хотел бы сказать, есть, конечно, проблемы типичные для всего крымского сообщества. Я на них остановлюсь, если вы позвольте, если будет время немножко. Но, с вашего позволения, я бы хотел немножко вот сейчас акцентировать внимание на, в большей степени, наверное, на крымском сообществе, поскольку, как мне кажется, это наименее представленное сообщество и наименее изученное в данном случае. Потому что мы о нем знаем здесь, вот, находясь, больше всего, именно, скажем, от других источников, которые, ну, скажем, по высказываниям политиков, иных коротких политиков, которые, ну, скажем так, к немским татарам не имеют никакого отношения и хотя бы в силу, не могут их представлять, во-первых, да, во-вторых, еще в силу политической конкуренции не всегда того, собственно, могут, как бы, нас информировать. Вот. Наверное, это одно из таких, то есть, взгляды, скажем, и восприятия крымскими татарами существующей реальности, наверное, одно из всего этого наименее изученных, один из наименее изученных аспектов. Во-первых, что я хочу сказать. Существует некий такой стереотип, который создается, опять-таки, благодаря СМИ, что крымские татары в своем большинстве отрицательно воспринимают, отрицательно воспринимают ситуацию, ну, скажем так, в феврале-марте 2014 года. С одной стороны, с одной стороны, все понимают, что эта ситуация противоречит нормам международного права. С другой стороны, другой вопрос отношений к ним. Когда встает вопрос такого дикотомического выбора между Россией и Украиной, я бы не отметил, я бы отметил, что нет серьезных каких-то симпатий в сторону Украины. Большинство корюнских татарок очень прагматично отмечают, ну, оказались, скажем так, в этом вопросе большими прагматиками. То есть, они очень прагматично отмечают, что, несмотря на достаточно продолжительный период существования, нахождения Крыма в составе Украины, Украина именно для крымских татар, ну, можно сказать, почти ничего не сделала. А если что-то и делалось, то не благодаря устремлениям или злобой воли власти Украины или Крыма и автономной республики регионов, а скорее вопреки и их запротивлений, благодаря каким-то, скажем, усилиям крымск-катарских политиков, общественных деятелей, ну, крымск-катарская общественность, скажем так. А то и просто, как говорят, через давление, через международные организации какие-то. Поэтому, как бы, больших симпатий в сторону Украины здесь нет. С другой стороны, и больших, я бы не отныкал, что существуют какие-то большие симпатии априори как бы в пользу России. То есть есть какие-то ожидания, связанные с Россией. Ожидания, обусловленные прежде всего теми обещаниями, которые были даны полтора года назад, теми, ну, в общем-то, некоторыми нормативными актами, которые были приняты в то время. И, ну, опять-таки, известно, хорошо известно из теории, что этот ресурс, скажем так, власти, как ожидания, ожидания каких-то позитивных перемен. Конечно, исчерпаем, если у них отриграть какие-то реальные дела. И вот здесь все, опять-таки, ну, вот сколько мне пришлось беседовать с кемчанами, сколько приходилось считать, как бы, встречаться с людьми. Практически все, за исключением, наверное, чиновников, скажем так, ну, то есть чиновники, понятно, люди государственные, так скажем, они не могут даже где-то свою волю, свою точку зрения свободно выражать. Практически все единодушно говорят, что, ну, скажем, ожидания не совсем, не вполне оправдываются. Или, говорится, то есть ожидали, во-первых, одно, то есть ожидали одно, то есть и этого не могут пока дождаться до сих пор. В частности, говорят так, нередко, примерно можно процитировать даже, что хорошая конституция, законов хороших много, но они не выполняются. А здесь, к которому, не действуют даже некоторые из тех законов, которые работают в России. Ну, это, в частности, говорит один из лидеров общественной организации Мелиферка, то есть Крымск-Китарская общественная организация, достаточно влиятельная, популярная. Ну, среди Крымских, пока. Он говорит, что, а здесь, к которому, не выполняются даже некоторые законы, которые действуют в России. Фактически не выполняются нормы закона восстановления парафлиц-департивных по этническому признаку. Не выполняются даже некоторые нормы российской конституции, например, отсутствие поддержания государства культурного многообразия и так далее. Люди говорят так, что у людей постепенно, да, независимо от национальности, в данный момент назревает определенное разочарование экономическим положением. Встретил официальные данные, что инфляция в Крыму составила за прошлый год 43%. Однако, ну, известно, конечно, все эти события, вот они подтолкнули инфляцию, то есть известно, что у Крым, конечно, цены ниже. И, конечно, когда Крым перешел в состав России, то очень многие цены подтянулись до уровня российских. Вместе с тем Российская Федерация, наоборот, обошли средства на социальные выплаты, пособия, пенсии, были подняты зарплаты. Однако, рост цен оказался несовердеримо более высоким, чем рост доходов, скажем так, чем рост доходов в абсолютном выражении. Кроме того, сейчас мы с вами знаем, что события по удовольствии недавности, они наложили отпечаток, то есть пособствовали введению санкций в отношении России, и усугубили экономический крест в России, и в целом по России экономическая ситуация ухудшается. Опять-таки, в Крыму это чувствуется так же. То есть, если какие-то выплаты были раньше, то есть выплаты, которые были ранее финансированы, сейчас значительно сокращаются. Такая вот, опять-таки, получается, что у людей восприятие такое, что они не имеют возможности сравнить с тем, что было в России, скажем, до 2014 года, восприятие у них такое, что сначала нам показали пряник, когда это было нужно, теперь у нас его отняли. Восприятие такое независимо, скажем так, от национальности, от этнической природовщенности. Встречается очень часто. Так вот, с другой стороны, я хотел бы отдельно остановиться на таком моменте. Да, но я думаю, что, конечно, сравнение ситуации в России и Украине очень долго будет еще обуславливать, влиять на восприятие хроничанами ситуацию в Крыму. Потому что люди, конечно, имеют возможность сравнивать, и, конечно, это будет главным, я думаю, очень долго будет доминировать в их оценке. Так вот, хотел бы еще остановиться на таком моменте, который, может быть, ближе связан с тем, что у нас обсуждалось до настоящего момента, как позиция мусульман к данному вопросу. Вы знаете, как ни странно, я лично для себя, я был удивлен. Я ожидал, в общем-то, я ожидал совершенно противоположного. Однако, я неоднократно встречал позицию, когда мусульмане были позитивно настроены в отношении России. То есть, я думал, честно говоря, что... Знаете, поначалу, весной 2014 года, было очень много данных о том, что определенная часть мусульман выехала за пределы Крыма в преддверии вот, ну, как бы, укрепления российской власти в Крыму только на ожидании того, что мусульмане будут преследоваться. Поскольку в Украине, не соединяемо, ну, скажем так, в Украине более высокий уровень политических прав и свобод, очень много религиозных конфессий, достаточно свободно, ну, скажем, они могут существовать, даже без официальной регистрации, это разрешается законодательством Украины. Вот, все это прекрасно знали в Крыму, и в Крыму существовало очень много различных организаций, религиозных организаций, движений, причем даже те, которые с позиции российского законодательства являются террористическими. Например, вот в этом списке я заметил организацию Хизбут-Ахрир. Существует замечательное в Украине, как бы, и в Украине в течение многих лет, и никто это террористически не называл. Вот, конечно, когда, допустим, когда Крым вдруг стал российским, для них это было, конечно, неожиданностью, Хизбут-Ахрир и, так же, как и Салатвита, этого испугались, и, ну, двинулись, скажем так, определенная часть из них двинулась в сторону Украины, в сторону Западной Украины, какая-то, как бы, предпочла об этом, скажем так, умалчивать о своих взглядах и как-то попытаться смешаться с толпой, вот, говоря. Вот. На первых парах действительно были определенные, ну, скажем, я думаю, тут можно было задать вопросы российским властям, и, в общем-то, они задавались в их отношении к мусульманам, относительно их отношения к мусульманам и религиозной литературе, и деятельности в интернете, я эти вопросы задаваюсь. Но, что касается данного момента, не хочу идеализировать ситуацию, но я бы отметил, как я уже сказал, что я бы был в другом аспекту, что определенная часть мусульман вполне позитивно смотрит на Россию. Вы знаете, что очень неожиданно, я бы сказал, вот, для меня лично, это очень неожиданная точка зрения, они отмечают, что Россия противостоит Америке, и это хорошо, потому что Америка, ну, скажем, пляж под лук мирового сионизма, составляет вот с таких позиций, то есть, понятно, что они рассматривают все в контексте, то есть, эти люди рассматривают в контексте противостояния, скажем так, ислам и сионизм, так скажем. Вот, то есть, они с этих позиций, они, наоборот, даже рассматривают, как хорошо, что здесь сейчас Россия, нужно поддерживать всячески Россию. Вот, как бы был такой, очень неожиданный, такой вот для меня лично аспект. Вот. Ильдар Михайлович, прошу прощения, время вышло. Есть ли у нас в последнюю минуту, хорошо? Хорошо, хорошо. Ну, вот, в общем-то, что бы мне хотелось отметить, наверное, заключением, для предупреждения терроризма, конечно, очень важно, очень важно определять все причины, которые к нему ведутся. И, в частности, здесь, что касается коронавируса, здесь есть очень много, как бы, социально-экономических бытовых причин, которые ведут к терроризму, побуждать терроризм, так и достаточно специфических. В частности, если мы можем, если мы обращаем внимание, допустим, на Крымск-Титарское сообщество, то, опять-таки, это достаточно специфические вопросы, которые, это вопросы наделения земли, вопросы гражданства для эллипатриантов, которые до сих пор не решены. Неудоверенные языковые запросы, свободное функционирование СМИ, в том числе на языках, на тех трех языках, которые признают официально государственную экономику. И, конечно, я думаю, что Россия нуждается не только в Крыму, но и в целом на всей своей территории, конечно, в более надежных источниках легитимации власти. А для этого нужно, безусловно, наиболее полно стараться, удовлетворить интересы, потребности своего населения. Спасибо. Спасибо большое. Но времени у вас немного, поэтому мы все-таки немножечко в конце порассуждаем над третьим нашим пунктом, который у вас у всех на экранах, и поговорим о проблемах молодожного стимизма. Бородов, что уйдите, пожалуйста. Спасибо за предоставленную возможность выступить. Я бы хотел свое выступление прежде всего адресовать присутствующим здесь студентам. Это принимают все студенты вашей камеры, да, на регионах, будущие конфликтологи. Поэтому выражаю надежду, что вы сумеете это привести до своих подробников, поднокурсников, своих коллег вот ту информацию, которую я сейчас буду говорить, и все то, что мы сегодня здесь обсуждаем. Но прежде чем я хотел бы сказать, я бы прежде всего призвал бы вас, ребята, обратить внимание. Вот наступление Юсула Пангомедовича звучала фраза «Непризнанная государство Игорь», да? Я тоже думаю, что мы не должны говорить об исламском государстве как таково. Это не государственная база. Там нет института государственной власти. Мы должны говорить об англическом англаве при этом все. Как это в свое время, когда мы говорили о непризнанной республике Ичкей. Вы посмотрите, как материалы подаются с российских средств массовой информации. Складывается впечатление, что фактически идет реклама этого государственного образования, да? Исламское государственное. Но слуху. И у меня такое ощущение, что это может привести к обратному эффекту. Почему молодой человек интересуется, дагестанцы в частности, этим образованием? Потому что, когда об этом очень много говорят по телевидению, у молодого человека так или иначе возникает желание поинтересоваться. Что же это такое? С чем его и дело? Что это за халифат такое? Начинают изучать, объясняется, что там же идеи социальной справедливости. Там оказывается большая заплата. Там деньги платят большие даже, чем наемники получают в Соединенных Штатах Америки. Там оказывается многоженство. Там можно по молодым ребятам приализовать себя, стать кумиром, лидером. Девушки там используются на базы сексуальных работ. и так далее. То есть, вот об этом все, об этом говорят почему-то по телевидению и говорят не столько об опасности, сколько его создают рекламу. Поэтому, мне кажется, вот мы сегодня должны, если будем принимать резолюцию, наверное, обратиться к нашим Российским Союзомом Массоинформации через присутствующих здесь тоже представителей. Все-таки выдвинут тезис, что пора прекратить говорить об этой формулировке исламского государства, а говорить о том, чем она на самом деле является. Международная террористическая группировка. Бандиты всех в Москве там собрались, а молодежь, обработанная соответствующей идеологией, не понимает, где оказалась. И осознают это уже только потом, когда оказываются в бандите. Много говоря о проблеме о масштабах распространения молодежного экстремизма в российском обществе. Должен заметить, дорогие ребята, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации действуют представители более 150 радикальных экстремистских группировок. При этом в качестве средства идеологической обработки используются социальные снижения. Только в русскоязычном интернете пропаганды экстремистской деятельности осуществляют более 30 связанных друг с другом сайтов, на которые за последние два года было осуществлено более 2 миллионов заходов пользователей только татарстанского сегмента глобальной сети интернет. Особая опасность для нашего региона представляет приверженность радикальных течений в исландской религии. По подсчетам правоохранительных органов общая численность сторонников религиозной диалогии в республике составляет порядка тысяч человек. Это последовательство запрещенных в России международных туристических организаций религиозного объединения от Токфилова Архиджа, который как раз занимается тем, что организует переправку жителей республики в Афганистанскую зону в Сирию, которая считается как территорией ислама, истинного ислама. В Казани таких людей порядка 300 человек, и многие из них, я вам хочу сказать, воскриняли идеи вооруженного джихада в результате идеологической обработки известными салафийскими проповедниками в Казани и Сококорском районе, выступления которых в силу их дару и веждения и личной харизмы были, так сказать, популярными среди верующих. На первый взгляд, такие пробоведи не имели открытых призыв к террору, но именно они во многом способствовали формированию радикального мировоззрения значительного количества прихожан, в том числе молодых. Ребята, как показывает практика, переход отдельной личности в ислам радикальных порт происходит очень быстро. Такое впечатление, что в определенный момент времени человек переключает в мозгу некий перекручатель и следствием этого становится изменение сознания вплоть до полной нервности окружающего мира. Анализ эволюции религиозной докрины радикально настроенных лиц дает следующую картину. Первая. На первом этапе происходит закрепление пятиразового членя намаза, например, изучается Коран на арабском языке запретом всего хараму и соблюдением поста. На втором этапе идет изучение хадисов и исполнение жарьярских норм быту с резким психологическим неприятием окружающего харамного мира и куфра неверия и как следствие начало ведения доклада и других активных действий для увеличения территории ислама. На первом этапе агрессивный и вызывающий характер поведения не присущ мусульманам. Если эволюция религиозного сознания замедляется на первом этапе, то в дальнейшем человек достаточно комфортен для себя и окружающих может существовать с окружающим миром. Основные проблемы в сознании мусульмана с окружающим немусульманским то есть кафирским миром возникают после расширения на практике второго этапа то есть этапа изучения хадисов и литературы интерпретирующей их содержание. На этом этапе дополнительно приходит осознание несправедливости существующего государственного устройства и сочувствие предыдущим формам халифанского управления. Этот уровень развития мусульманского мировоззрения является главной подпиткой радикальной формы славы. Эта категория мусульман уже имеет сильно измененное сознание так как у них даже в бытовых вопросах присутствует религиозная тема. Верующий осуществляет постоянный призыв к окружающим принять ислам а также начинает игнорировать интересы думающих не как он людей и по возможности уклоняться от своих гражданских обязанностей. Пример. Эта компания на многих радикальных мусульманских сайтов и группах против установки ёлки на Новый год, игнорирования государственной даты 9 мая 22 июня и так далее. Значит, по имеющимся данным под воздействием религиозной и экстремистской идеологии с 2004 года более 50 жителей республики Тарстан выехали в Афганно-Пакистанскую зону как территорию ислама, где в итоге большинстве своем они оказались в боевых формированиях международных террористических сил. И продолжают некоторые из них там участвовать. Угроза терроризма, исходящая от деятельности религиозных экстремистов, проникающих в нашу страну, в том числе и по каналу нелегальной и легальной миграции, их реальность, масштабы и причины, помимо сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, сознают, к сожалению, далеко не все жители нашей республики. Считаю, что задача всего нашего университетского сообщества сделать все от нас завище, чтобы вы, петок цель альмамата, вели разумную жизнь в законопослушных граждан, не превратились в сахидов-мучеников в какой-либо веры или сомнительной идеологии. Главный инструмент решения этой задачи в наших условиях это просветительская деятельность в области религии и культуры и нового, чего предложить снимать. Поэтому принципиальное значение имеет задача организации совместно с правоохранительными органами республики мониторинга сетевую активность из студентов с целью получения своевременной упреждающей информации о лицах и организациях, причастных к экстремистской деятельности, использующих современные информационные технологии для вовлечения молодежи в противоправную деятельность. Правда, проведение этой специализированной научно-исследовательской работы представителей Львовского сообщества по мониторингу интернета, интернет-ресурсов сталкивается с правовыми, материально-финансовыми и рядом другими трудностями. Во-первых, это правовая неурегулированность проведения подобного функционирования специализированной группы специалистов по интернет-мониторингу. Во-вторых, проведение интернет-мониторинга требует наличия достаточно компетентной группы специалистов, специально занимающихся подобной работой, имеющих достаточно мощный ПВМ, большой интернет-трафик и так далее. Однако, несмотря на это, определенные результаты в этой работе уже имеются, например, через возможности функционирующих при нашем университете автономный некоммерческий агентоз-казанский мезорегиональный центр экспертиз, обеспечивается этот мониторинг среди учащихся в УЗУ для выявления так называемого группы риска и последующей адресной работы с ним. Например, приведу, что осенью 2017 года была зафиксирована активизация в социальных сетях российского сегмента интернета, сторонников права радикальной диалоги неонасыдна, в том числе поддерживая действия украинских вооруженных формирований на юго-востоке Украины. Речь идет о представителях движения мезотропик-дивижн, то есть словом мезотропия, неприятия, ненависть ко всему человеческому. Так вот, создатели этой организации входят в состав украинского карательного батальона на зон. На территории республики сторонники мезотропик-дивижн, как правило, футбольные фанаты клуба Рупень, так называемый Ультенс. Но о них, наверное, более подробно Андрей Валерьевич расскажет, поэтому я не могу заднимать у него хлеб. Я буквально несколько слов ищу. Как показали опросы в соцсетях, студенты и другие различные категории молодежи очень плохо информированы о сущности и методах деятельности ревердиозной истемисты в течение ислами. Например, об организации Хесбут-Тахрир по Алис-Лави, о которой вы поговорили. Действительно, в Крыму эта организация была признана при Украине, а у нас она запрещена. Хотя я не слышал ни об одном случае, когда члены этой организации решили тот, или на террасе чтят. Так вот, в числе мер, которые можно предложить для нейтрализации действий вербовщиков ревердиозных организаций. И, значит, я предлагаю пойти по такому пути. Первое. Разместить информацию о дефективных действиях социологитов, избудчиков в Татарстане в интернет-группах, обвиняющих студентов и молодежи по различным направлениям. Он тут показал, что эти сведения, которые, например, были размещены в соцгруппе «Страйкбол» в Казани, вызывают интерес, способствуют выработке в обществе настроения взглядов противостоящих исламистов. Второе. Создать группу добровольных помощников по выявлению сторонников в соцсетях интернета путем мониторинга и передачи этой информации руководству в УЗГ. И третье. Деликатно уведомить по соцсетям родственников исламистов, братьев, сестер, родителей и друзей, что данные люди стали активными членами запрещенных религиозных организаций. Это позволит сузить потенциальный круг жертв вербовщиков исламистов, так как, в первую очередь, вербовщиков справятся с его друзья и родственниками. На этом я хотел закончить свое выступление. Благодарю. Если есть какие-то вопросы, то, что... Спасибо. Марин Шкотенович, может, есть у кого-то из участников круглого стола нашего Семеновича? Если можно, я бы, если позволить, я бы немножко напомню. Действительно, мне кажется, интересным. Вы знаете, мне кажется, еще очень важным разработать свои воты критерии терроризма. То есть того, что, какое явление, какое действие, какое, скажем, какую речь мы можем называть террористической. Поскольку терроризм, безусловно, постоянно трансформируется. Он подсказывается идеологически. Эти идеологии тоже трансформируются. Успеть за этим всегда бывает возможно. И для того, чтобы, вот мы говорим о создании пособия, о работе с молодежью, для того, чтобы у молодежи была такая вакцина, можно сказать, прививка от терроризма, конечно, очень важно, чтобы человек понимал, ну, скажем, различал, зерна от плевы, скажем так, мог отличить. И тогда, действительно, в случае, даже если он столкнется с какой-то новой идеологией, который может быть ему до того, но он не знаком, он сможет, наверное, сделать сам какие-то работы. Спасибо. Маширик Завуслава тоже. Здесь, наверное, на самом деле, правильно было сказано и здесь, я чувствую, об этом говорится, и в Москве об этом говорилось, о том, что первое, на самом деле, надо очень серьезно проработать на российском уровне, это национальная идея должна быть, национальная идеология очень серьезная, даже российская, тогда будет уже более централизовано, к чему мы дальше идем, что мы строим, социализм, коммунизм, капитализм, к чему мы идем. Идеи не. Да, идеи, вот и в Москве, как бы, идеи нет, то есть, на самом деле, идет в рубрик с обороны, это первое. И второе, любая идеология, с моей точки зрения, понятно, что наша профилактика, но любая идеология, мусульманской, крестьянской, и так далее, она должна контролироваться с государством. И здесь, Альдар Халюдинович, здесь я хочу, именно на самом деле, сказать, между, может быть, вами и Маршалюдиновичем, о том, что идеология того, что Архизбут, так, Рея, и других, про теоретические организации, теоретические организации в России, все равно, я думаю, что то, что характерно, например, Канафинский маскар, характеризм для России, он и должен быть здесь, должен скультивироваться, мы живем в своем, обществе, и все, что происходит, должно происходить именно в России. Все остальное, если будет неподконтрольно, сегодня не такие, завтра сяки, мы получим на улице таких людей, которые будут бегать с катапками, и будут смотреть очень серьезно из окна проходящего поля. Можно дополнить, вот абсолютно с вами согласен, но, вы знаете, вот здесь вот возникнет такой аспект, для того, чтобы государство могло контролировать этот аспект, ведь самое интересное, что у нас религиозная организация, официально, скажем так, совсем не против. Но вот за полтора назад я присутствовал на коммунальной конференции, где присутствовал параллектор по учебной работе Российского Исламского Университета. И о чем он говорит? Он говорит, что мы, несколько лет, не можем утвердить учебную программу. И в данном случае мы знаем, что свыше тысячи или около полутора, уже даже тысячи мусульманских книг отнесены к числу запрещенных. В том числе, даже классические тексты. Был прецедент, когда даже Коран пропал бы разряд запрещенных. Правда, этот прецедент вследствие возникшего шума был быстро разрешен. Но как это происходит? Потому что у нас нет экспертной оценки этих текстов. Опять-таки, это очень важный момент. Кроме того, представители мусульманских учебных заведений, они просто в один блок говорят о том, что им нет программ и нет, соответственно, разрешенных книг, текстов, по которым мы можем учить. Но они говорят так, что хорошо, запретили эти, отняли у нас эти тексты, но дайте другие, позвольте их. А понимаете, тем самым получается, что государство запрещает это. То есть оно как бы выбрасывает вместе с водой ребенка. И получается, на этом поле государство неизбежно проигрывает. То есть оно само не участвует, оно пытается вообще убрать как бы из себя эту функцию, оно не участвует в этой деятельности и оно проигрывает. Государство не имеет права принимать решения, если нет достойных экспертного заключения. А достойное экспертное заключение не может сделать, если нет нормальных, добрых профессионалов. о чем сегодня весь разговор? Национальная, российская, мусульманская идея. Согласен. Абсолютно правильно. Но ее до сих пор так же, как и российская идея, это и нет, по большому счету. И мы сводимся к тому счету. То есть это все сегменты одной большой национальной идеи российской, которые должны быть, мусульманская, православная, иудейская и так далее, все общественное, то есть все это отдельные мозаики. Но я думаю, надо послушать студентки, потому что у нас вам чёрт. Может, мне что-то хотел сказать? У меня последнее наступление. Меня зовут Иванов Андрей Валерьевич, доцент афер-конфектологии. Несколько реплик тоже хотелось бы добавить. Во-первых, реплика по поводу наступления Марина Шикудиновича. Он правильно заметил те тенденции, связанные с праворадикальным движением. Но здесь вот у ней наступление посвящено гизантропик дивижен. Время не ограничено. Я тезисно 3-4 пункта просто добавлю. Ну, во-первых, сейчас не только угроза исламистская существует в социальных сетях, есть угроза и праворадикальных движений, так называемый мизантропик дивижен, то есть человеконенавистническая дивизия, где различного рода социальные мизантропы собираются с деструктивными идеями. Перечень их достаточно широкий. Это и футбольные фанаты, это и сатанисты, и любители альтернативной музыки, к сожалению, тяжелой тоже сюда могут быть включены. И люди, у которых на самом деле тяжелые социально-зутовые условия жизни, которые тоже становятся по этим причинам социальными мизантропами. Ну, и здесь вот эта идеология, по сути, мизантропическая, она в рамках Украины два года тому назад была запущена на территории Российской Федерации, и определенную популярность среди молодежи она, к сожалению, получила. То есть вот по подсчетам моих, где-то примерно вот в этих ресурсах находится 16 тысяч человек. Если по республике Татарстан, где-то 600-700 человек находятся, но тоже вот это движение, оно тоже постоянно видоизменяется. То есть ярлык, аватарк этого движения, по сути, это человечек, который спускает мусор на ведро другого человека, представителя другой расы, не белой расы. И здесь вот те моменты, которые достаточно откровенно у нас высказывали в социальных сетях, вот в этих группах, связанных, по сути, с расистской такой, с нацистской картины, они тоже начинают конспирироваться, видоизменяться. Но у нас появляются определенные, так скажем, в рамках социального, виртуального пространства новые социальные сети. То есть вот появилась, например, такая сеть, как в привате. То есть это альтернатива ВКонтакте. Где-то как раз то, что Марат Шикотинович у нас говорил, да, там люди, у которых половая фрустрация, да, могут попасть в рамках исламского государства на территорию, да, там полно девушек, так скажем, которые секс-ноложницами могут выступать. То есть здесь вот тоже вот я эту тенденцию заметил. Вот в рамках в привате, так скажем, появляется определенная группа, достаточно закрытая, которая начинает заниматься вербовкой, да, вот на таких условиях. Ну, в заключительной части, да, что я хотел бы сказать, в чем деструктивные, негативные моменты мизантропер-дивижн, то что это движение, оно, по сути, позиционирует себя как движение расово-совершенное, которое отрицает любые другие альтернативные точки зрения, другие расы, кроме белой расы, и в рамках белой расы, прежде всего, здесь, являются господствующими только те люди, которые эту доктрину разделяют. Эту доктрину разделяют, то есть это те товарищи, которые вместе, три правила, как бы, мизантропер-дивижн, должны соблюдаться, то есть это, прежде всего, быть анонимными, в рамках социальных сетей, да, быть всегда в группе, и иметь при себе холодное оружие, да, и повышенный уровень агрессии, вот в рамках тех уже молодежных субкультур, в котором они имеют место быть, это, конечно, наносит достаточно серьезный вред, так скажем, вот, молодые люди. Спасибо.